Несколько слов я скажу, но сначала я представлю, если кто-то не знает, я думаю, что уже сколько можно представлять одного и того же замечательного человека, но я с удовольствием. Александр Николаевич Костромин, художественный наркотик-центр авторской песни в Москве, сегодня в скромной роли аккомпаниатора на бедах. Как в том анекдоте, не знаю, кто это едет, но за рулем у него римский папа. Значит, у нас сегодня творческая встреча, я не люблю слова, концерт в рамках фестиваля «Балада Ахуджава», что, конечно, обязывает. Дело в том, что в последнее время все время идут разговоры, с одной стороны, о том, что такое авторская песня. Сегодня мне бы приходилось принимать участие в некоторых дискуссиях по телеканалу «Культура», и в частности о роли Ахуджавы. И очень многие современные исследователи, в том числе уважаемые, склоняются к тому, что это уже как бы искусство ретро, что «Балада Ахуджава», как трилобит, ракушка трилобита в кембридский слой синей глины, лег в 60-е и 70-е годы, а что сегодня как бы все ушли вперед, и это чисто историческое значение имеет вот эта та самая авторская песня, в частности. Вот я с этим категорически не согласен, насколько я сам человек уже, так сказать, старый, и как бы уже обломок прошлого, то мне тут, так сказать, видимо, большой роли не дают, потому что я вот об этом рассказывал полгода назад, я выступал в университете в Казани, там и лекции читал по основной связи с концертом, и получил замечательную записку, я, если можно, с нее начну. Уважаемый Александр Васильевич, не кажется ли вам, что авторская песня сегодня окончательно выразилась? Поет под минус, поет под плюс, вместо стихов какие-то пошлые попсовые тексты, и дальше. Какое счастье, что вы до этого не дожили. Понимаете, второй звоночек, песни нашего века, замечательный коллектив, значит, они тут, значит, взялись писать «Буэндис». Не просто так, а персонально, они писали «Ахуджаву», они писали «Калич», они писали «Все ночи Берковского», то есть людей ушедших уже. Вот, а я говорю, ребят, да не надо, я еще живой. И братья Мещики мне говорят, а вы не волнуйтесь, мы еще не записали. Как в том анекдоте, уже записали. И именно поэтому, если можно, я спою первую песню, которая подошла в памяти не просто Булата Ахуджавы, а всего вот этого первого поколения, того странного жанра, который то ли есть, то ли уже его нет, и который не очень точно называется авторской песней, и называется эта песня «Песни нашего века». Песня «Песни нашего века» Припоминаю вдруг Песня «Песни нашего века» 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 Где мы снимали угол пару лет Выводит розы И глядит с тоской на их бутонов Матовый ельвет Он имена их помнит без запинки Так молоды они и хороши Не для продажи На ближайшем рынке растет он их Скорей для души Полет его фантазии крылатый Невычислен Однажды невзначай Ахаб Куросом подарил Булату Зашедшим к нам вечером на чай Нагнав его смущенную у калитки Булат же Подмосковный сторожил Еду себе готовил сам на плитке И на прогулку с палочкой ходил Любил копать порой весенние грядки Перекурить с лопатой в руке Что-то соловьиное в повадке И сереньком потертом пиджачке Далекий гром За переездком слышен Ненастный день уходит за мажай Хозяин чинит старенькую крышу Упаковав нехитрый рожай И мелкий дождик Проливают слезы Над тем же, что оплакиваю я Грядет зима И далеко до розы До жизни До любви До соловьи Когда-то давным-давно Аэропорт за березком слышим Аэропорт за березком слышим Ну, мне что-то так не старик Как возраст Давным-давно Когда все еще были живы Один из основных людей В авторской песне Который по оценке композитора Альфреда Шнитке Был сам талантливым из композиторов И самый оригинален по мелодическим конструкциям Вене Кляночка Можно спорить о его стихах Тем не менее Его цикл песен на стихи Бродского Соединения двух талантливых Совершенно стихотворной строки И уникальной музыки Поэма Шейстка И многое другое Они остались, конечно С золотым фондом авторской песни Много лет назад Мы были молодые У меня есть У меня есть фильм Три-четыре серии автобиографические Вот, если кто-то интересует Там есть две или три серии Облаченной авторской песни Там есть у меня камни-съемки Живого Высоцкого И Протского И Клячкина Мы с ним выступали в Новгороде Великом Новгороде И я прочитал стихи Он сказал, дай мне И песню напишу И написал песню После безвременной гибели Песня эта привела Как бы несколько иное Звучание Относить не только к нему Регия она называется Сидя сколачивает стай И первый лист Звенит у ног Извечная истина простая Свободен Значит он одинок Вздыхая о свободе годы Незамечаем мы того Что нашей собственной свободы Боимся более всего И на растерянные лица Куда нам в жизни Деть свои Крылом спасителем Ложится Власть государства и семьи И в углу заснятую иконы Вся в паутине пустота Свободен значит вне закона Когда истина проста Входная дверь гремит Как выстрел В моем пустящем доме Так же это вместе Словно листья А падать вниз По одному Так же это вместе Словно листья А падать вниз По одному Да Женя погиб в Израиле В расцвете возможностей своих Будь чем он туда не уезжал Каждый год 30 лет Если ошибаюсь июля На стрелке Васильевского острова Проходит акция В памяти Евгения Глячкина Вот такая песня В памяти Сигареты Напиши колечко Вот и расставаться нам пора Ты теперь в земле Остался вечной Где стоит июльская жара По тебе поплачет Хмурый Питер И родной израильский народ Только тебе с ним Наивритель Кто-нибудь Навряд ли запоет По тебе поплачет Хмурый Питер И родной израильский народ Только тебе с ним Наивритель Кто-нибудь Навряд ли запоет Со ступенек Со ступенек Набережной Старой На воду Пускаю я цветы Слышу я знакомую гитару Может, это вовсе не ты Может, и не ты Совсем некто Улетел за три-девять семей Старый дом у малого проспекта Поменяв на город арень Может, и не ты Совсем некто Улетел за три-девять семей Старый дом у малого проспекта Поменяв на город арень Сигареты Пиши колечко Пусть дымок Растает в голубом Все равно На станции конечной Скоро мы Увидимся с тобой Пусть тебе приснится Ночью синий Возвратив В душе Твоей покой Дождик Василия Стромских Лени Над холодной Цинковой Рекой Пусть тебе приснится Ночью синий Возвратив В душе Твоей Погой Дождик У себя Стромских Лени Над холодной Цинковой Рекой Пару лет До садка У меня произвести С музея Высоцкого Дело в том, что В далеком 67-м году Когда Приэдривации Не слишком много Хорошо слышно, да? Много ли это? Много Давайте Немножко Рекомен Чуть-чуть Спасибо А так слышно нормально, да? Так слышно В вашу Не ошибающийся В этом году Преодолевая яростный Цепь Ленинградского Обкома Партии В лице Днезаврённого Василия Сергеевича Тунцевского Театр на Таганке Приехал в Ленинград Вот Ну и Я тогда Впервые Увидел Высоцкого На сцене Они привезли нам жизнь к Галилея И что там ещё И тогда мы собирались Вот как раз Уже упомянутый Жене Кличкина Дома Полдня мы провели С утра там Пели песни Разговаривали о песнях Мы же когда-то очень серьёзно К этому относили Вот Да Молодые были И Сейчас Ко мне опросился Пару лет назад В музей Высоцкого Говорит Вот знаете Мы нашли записи Вот этих ваших встреч А раньше что было? Раньше же были боминные магнитофоны С этими плёнками Причём я Не за каких денег Её нельзя было купить Потому что Её так сказать По спецраспределению давали Поэтому Обычно Когда человек пел Включали А так и экономия И когда я пришёл Трёп просто Как бы считали То её вырубали Да Вот И говорит Вы знаете Вот там Вы поёте Высоцкий поет Там Крячкин что-то поёт А потом Говорит Когда вы разговариваете То обрывки разговоров есть А о чём Непонятно Вот Пожалуйста О чём вы говорили С СССР Я не помню Как вам не стыдно Вы с самим Высоцким Разговаривали И вы не помните Господи Ну что мы можем помнить Я вам вспоминаю Что Речь шла О Высоцком В роли Грилея Вот Замечательный человек Александр Саханов Спасибо вам большое За книгу Подарил мне книгу Вёл Спел в неё Засунуть нос И я совершенно согласен С моим мнением Бода Высоцкого Что Не помещался В актёрские рамки Что его личность Как поэт Была настолько яркой Что он Переполнял С собой Любую роль Начиная от Гамлет И окончательно Капитаном Жегловым Да Потому что Он всегда был он Высоцкий Только просто В другой маске И вот Когда я это понял Я написал песню Не памяти Высоцкого А славы Живого Владимира Высоцкого Вот Называется она Галилей Отрекись, Галилей Отрекись От науки Ради науки Нечер взять Художнику кись Если каты Отрубят руки Нечем гладить Бокал с вином И подруги Бедро Крутое А заслугу Признать Виной Для тебя Ничего Не стоит Нечем гладить бокал с вином, И подруги бедро крутое, А заслугу признать виной Для тебя ничего не стоит. Пусть потомки тебя бронят За невинную эту подлость, Тяжелее не сбить из закат, Чем по тактам поставить подпись, Тяжелее не слышать реки, Чем испачкать в пыли колена Отрекись, Галилей, отрекись, Что изменится во вселенной? Тяжелее не слышать реки, Чем испачкать в пыли колена Отрекись, Галилей, отрекись, Что изменится во вселенной? Ах, поэты и мудрицы, Мы в мораль не несём убыток, В час, когда святые отцы Волокнут остатка для быток, Отрекись, глупца, вопреки, Кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись, Нам от этого легче будет. Отрекись, глупца, вопреки, Кто из умных тебя осудит? Отрекись, Галилей, отрекись, И от этого легче будет. АПЛОДИСМЕНТЫ Нищета по всей земле и чета, Почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и чета, Почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и чета, Почему при короле нет шута? В небе птиц кружится стая, Но вакансия пустая в штате Датского двора, как вчера. Чуть бы Габлет развлек, рассмешил, Он бы, братцы, за клинок не смешил. Не лежал бы Габлет в яме, Осмеялся бы с друзьями и забыли бы про день в тот же день. АПЛОДИСМЕНТЫ Как ворон на скале власть не та, Почему при короле нет шута? В стране, где нет успеха, Только крик разносит эхо, Только вязганье мечей, палачей. Нищета по всей земле и чета, Почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и чета, Почему при короле нет шута? Нищета по всей земле и чета. Спасибо. Не унять сердечной муки, Суетой постулых дел. Мне сказали, умер Кукин, Наш лицочек полезел. Где ты, друг мой, Кукин Юра? У меня сердечный шок. Не вчера ли пили збуру Твой любимый портвишок? Не хватает сил душевных, Все уйдем по одному. Где ты, добрый мой волшебник? Не летаешь, почему? Все подвернулось туманом, Не унять сердечных ран. Все наполнено обманом, Не унять сердечных ран. Нынче я подцел туманом, Разве только что вы ран? Где от тобой открытый город? Укажи туда пути, Тот единственный, В который не доехать, не дойти. Как прожить с тобой в разлуке? Как смотреть на белый свет? Мне сказали, умер Кукин, То ли верить, то ли не было. И для завершения этого цикла памяти, Вот этой эпохи, еще одна песня. Дрожат не просыхая, Дождинки на стекле, Пора глухонемая, Настала на земле. Я думал ли когда-то, Что выжил хоть год, Без песенки Булата, Без Юриных острот. Без песенки Булата, Без Юриных острот. Идет к закату лето, Покачивая рожь, Не чертнешься с портретом, И песни не споешь. И мы грустим с приятелем вдвоем, Нам выпить бы за встречу, Да только мы не пьем. Нам выпить бы за встречу, Да только мы не пьем. И не вернется впредь, И некого послушать, И некого попеть, И некого послушать, И некого попеть. А значит, без сомнения, Пора и мне туда, В другие измерения, В другие города, Где вместе вы сидите, Гитара без меня. Постойте, подождите, Не бойте без меня. Постойте, подождите, Не бойте без меня. Моя замечательная песня Заружит цикл В памяти Юрия Визбора. С годами ближе Станут эти песни, На плато полночном Снежный бурган. Снова чьи-то лыжи Греются бурган. На плато полночном Снежный бурган. Что же, неужели Прожит век неглинный? С этим примириться Все же не могу. Как мы песни пели В доме неглинный И на летнем чистом Волжском берегу. Как мы песни пели В доме неглинный На высоком чистом Волжском берегу. Болезни лечим, Мы не верим в бреди. Суматохи будем, Тянем день за днём. Но тому не легче, Кто идёт последним. Ведь заплакать будет Некому о нём. Но тому не легче, Кто идёт последним. Ведь заплакать будет Некому о нём. Нас не вспомнят в избранном, Мы писали плохо. Нет печальной участи Первых петухов. Вместе с Юрой Визбором Кончилось плохо. Время нашей юности Песен и стихов. Вместе с Юрой Визбором Кончилось эпоха. Время нашей юности Песен и стихов. 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 Во-первых, если в конце второго отделения, то уже реагировать некогда. А интересно. Я всегда предпочитаю, как вы знаете, разговор. Я же не артист. Мне поговорить хочется и услышать что-то. Спасибо. Смотрите, тут у нас сегодня, помимо всего прочего, такое любимое слово «Презентация». Во-первых, тут есть книжечка такая, которая Вот у меня сейчас Нобель допечатана Есть такая серия Азбука классика, выходит в моем родном Питере Это поэтическая серия Ну так сказать, там настоящие Классики, там Шекспир, Кавка Русские народные Кавки Там вот многое другое Значит там Пушкин, Толстой Достоевский, Кундера И прочее, вот, ну по недосмотру Там я затесался, поэтому Значит вот моя книжечка вышла, это вот самая Хорошая моя книжка, почему? Не потому что Она вообще хорошая, а потому что из всех книг Я восемь раз ее сокращал, чтобы вогнать Форматку, поэтому тут то, за что Нескрытно, я чуть-чуть отсюда в том почитаю Ну и наконец, вот, двухтомник Вышедший сейчас в издательстве Эксомон, тоже тут есть Первый том записки старого островитянина Это я, как ни странно, потому что я родился На Васильевском острове, в Питере Вот, и Второй том, Геркулесовые столбы Моя кругосветная жизнь И фильм, три-четыре серии Огромная совершенно работа Шестилетней, так сказать Трудозатратности Тоже это все в перерыве и так далее А мы сейчас, я программу не составляю Тем не менее, если мы вернемся к истории Авторской песни То я вернусь снова к любимому мной Балат Шаловичу Который незадолго до смерти сказал Что авторская песня развилась на Московских кухнях И там же умерла, оставив несколько имен И при змеи к этому человеку Мне как-то все было иначе Я не москвич, я провинциал Я всячески себя подчеркиваю Я ленинградец И, значит, в Москве я не был в юности Но попал рано На довольно сточное количество лет На окраине севера И там я тоже слышала Авторскую песню Далеко от Московских кухонь Авторы были неизвестны От этого ничего не меняется Кто написал песню, например Я люблю спрашивать Я помню тот Ванинский порт И порт парохода угрюмый Как шли мы по тропу на море Холодные мрачные тревоги И идут на север Срока огромные Кого не спросишь У всех у голос Взгляни, взгляни Глаза мои суровые Взгляни, быть может В последний раз Или А на дворе хорошая погода В окошко светит Месяц голубой А мне сидеть еще четыре года Душа болит, как хочется домой А мне сидеть еще четыре года Душа болит, как хочется домой Пели работяги наши Турганский край Игарка Работяги А где их было взять? Те, кто туда попадал Расконвоированные Без права выезда Зэки Бывшие Настоящее Будущее Начало 50-х годов Я был молодой и глупый И все-таки был мелкий начальничек Я подходил к ним Они пели у костра И говорил Ребята, кто автор? Кто авторы? Они мне Смешкой снискалитной Довольно презрительно Отвечали примерно так Слова народные Автора скоро выпустят Я пристал спрашивать И свои первые песни Далеко от Москвы Начали пронуться Как подражание Этим великим песням Одну я вспомню И карта Вопритый дом Зеленая вода Летят на юг Перекрикаясь птицы А я иду По деревянным городам Где мостовые Скрипят Как половицы А я иду По деревянным городам Где мостовые Скрипят Как половицы Над крышами Картофельный вак Висят На окнах Синья Петели Здесь Для меня Драво Нарублен Впрок Здесь Для меня Постелены Постели Здесь Для меня Драва Нарублен И Впрок Здесь Для меня Постелены Постели Шумят клуб трябучие веса И соревнования кучевые и странные Моих товарищей далеких голоса Их городов асфальтовые страны Моих товарищей нездешних голоса Их городов асфальтовые страны В тех странах в октябре еще весна Плывет цветок замыслованный Запах, но мне ни разу не привидится во снах Туманный запах, неверный дальний запах Никто меня не вспоминает там Моей вдове совсем другое снится А я иду по деревянным городам Где мостовые скребят, как половицы А я иду по деревянным городам Где мостовые скребят, как половицы Аплодисменты И что было для этого? Для этого был довоенный Ленинград Вот в кино для целой серии Для этого было еще 39-й год Мне было 6 лет И всех репродукторов на седьмой линии На бульваре, который был вырублен Полностью, сейчас там другие деревья посажены Первый год блокады Кремела бодрая песня На земле, в небесах и на море Наш напер и могуч и суров Если завтра война Если завтра в поход Будь сегодня к походу готов Вальс 39-го года Молыхает кремлевское золото Даются волки степной суховей Вячеслав наш Михайлович Холотов Принимает берлинских друзей Карта мира верстается на ново Челюсть пышный готовит банкет Ребет-троп преподносит у Лановой Алых роз необъятный букет И не знает закройщик излюблена Что с огном не крыть ему впредь Что семья его будет загублена Что в печь ему завтра гореть Или знают студенты Сталина И литовский седой садовод Что сгниют они волю Сталина Посреди руханских болот Пакт подписан, а не нападение Можно ли нам бокалы разлить Вся Европа сегодня поделена Завтра Азию будем делись Смотрят гости на кобус с опаскою За стеною гуляет народ Вождь великий сухое шаппаское За немецкого фюрера пьет Если завтра война, если завтра в поход Будь сегодня к походу готов Ветер злей и небо ниже На границе двух эпох Вся и довлесть в том Что выжил, что от голода не сдох Что не лег с другими рядом Штебеля промерзших тел Что осколок от снаряда Мимо уха просвистел Мой военный опыт жалок В зиму сумрачную ту Не гасил я зажигалок Не стоял я на посту Взрывается нередко черно-белое кино Где смотрю я семилетком Затемненное окно Войс снаряда ближе, ближе До убежищ далеко Вся и доблесть в том Что выжил, выжить было нелегко Колыбельная на три такта Отлетающий старик рик Вспоминаешь про детство такта Это значит, что ты старик В календарь и на паспорт глянька Вспоминай далекий год Эту песню громко нянька Над тобою в ночи поет Эту песню громко нянька Над тобою в ночи поет На военные бодры маши Молодая шумит листва Солнце красный косыльный машет Уплывая за острова Там костюмы иной эпохи Там газеты сулят беду И оркестра глухие вздохи В соловьевском слышны саду И оркестра глухие вздохи В соловьевском слышны саду Голыбельная на три такта Возвращает меня назад На родную мою Итаку Вон покинутый Ленинград Там поюк и спящих вьюга Там морозная пирюза Огними же меня, подруга И в бои загляни глаза Огними же меня, подруга И в бои загляни глаза Ты видишь в них силь загнила До военных забытых лет И зеленое пламя взрыва И прожектора дымный свет И когда по ночному тракту Я отдамсь к себе домой Колыбельная на три такта Надо мной негромко спой Колыбельная на три такта Негромко спой Что-то я так резко меняю курс От вот этих всех ретро И воспоминаний о детстве Последний пермь Сейчас с Александром Николаевичем Еще один новый диск У меня вот Сейчас мы практически Все работаем новым диском Я хоть пару песен из него запою Из этого диска Ну, например Не слишком по жизни Я был успешен Играя с судьбою плит Москва, я устал От твоих насмешек Твоих равнодушных лиц Увижу ли край Где не стоит горя Где зреет в тепле лоза Прощай, Москва Я найду этот город Который верит слезам Увижу ли край Где не стоит горя Где зреет в тепле лоза Прощай, Москва Я найду этот город Который верит слезам Я попусту лучшие годы тратил Ища, где не правит зло Но с этим мне Говоря по правде Пока еще не везло То сильный океан То снежные горы Откроется ли в сезам Прощай, Москва Я найду этот город Который верит слезам То сильный океан То снежные горы Откроется ли в сезам Прощай, Москва Я найду этот город Который верит слезам Тебя понапрасну Морочит сказка Скорее ее забудь Но в сотый раз Потерпев фиаско Я вновь начинаю путь Но чтоб от того Что уже не молод Что тьма подошла к глазам Прощай, Москва Я найду этот город Который верит слезам Но чтоб от того Что уже не молод Что тьма подошла к глазам Прощай, Москва Я найду этот город Который верит слезам У меня вот на дне победы Довелось в принципе Севастополе И Там на мысу Херсонес Открыли новый мемориал Это 35 батарея Это огромное осадное орудие Я узнал Я впервые столкнулся Вот каждый раз Когда вот цена победы Да Когда сталкиваешься с правдой О героической нашей И Трагической войне Такие страшные вещи Были сняться В смысле это и раньше Наверное было известно Было за секречку Это Чудовищная судьба Приморской армии Которая защищала Одессу Она была вывезена Под Севастополь И когда была брошена Ставка 95 тысяч человек Было секретное приказание Боеприпасы не подставлять Пополнение не подставлять Командующих Бежавших оттуда Адмирала Октябрьского На самолете Генерала Петрова На подводной лодке Ночью Чтобы солдаты не видели Что он бежит 95 тысяч человек Обреченные на уничтожение Плен А те кто выжил Погибали в наших лагерях Я был совершенно потрясен И этого честно говоря Даже не представлялось Таких масштабов Потерь И полная безответственность Ставки Да Вот такая у меня есть песня Из новых песен Называется День Победы Точнее Бады Катар Она жесткая песня Дело в том что Понимаете Ну я сначала Сишок прочитаю Но все-таки Питерский дом Помягче Подогли черно-белого экрана Скупая ленинградская природа По улице проходят ветераны Станется их меньше Год от года Сияет медь Открыты окна в доме Полностовой Идут они едины И с рюками видны Как на ладонях ордена И сгорбленные спины С годами все труднее Их марш короткий И слезы неожиданная душа От их нетвердой Старческой походки От песенных Что разрывают душу И взводы не набрать Им в каждой роде Пусть нет и затемнение В Ленинграде Они одни пожизненно На фронте Они одни пожизненно В осаде И в мае Раз в году По крайней мере Приходится им снова Как когда-то Подсчитывать Растущие потери Держаться До последнего сода Где когда-то Умирали наши деды Нынче место Не перушек и охота А заряются С салютами победы По Москва реке Плывущий теплоход Вновь ногители Навесили Награды Отправляясь Для прогулки По воде Командиры Заградительных Отрядов И расстрельщики Извоз Конковиде Командиры Заградительных Отрядов И расстрельщики Извоз Конковиде Провокаторы Танцуют Под экатор Не поймешь На современном Рубеже Кто из них Еще сегодня Провокатор Кто на отдыхе Заслуженном уже Не осталось От героев Непоминок Позабытых Невостребованный Прав Ну а те Кто им тогда Стреляли в спину Всех припенсиях Теперь И орденах Ну а те Кто им тогда Стреляли в спину Всех припенсиях Теперь И орденах В небе Отплески Последние закаты И в прожекторах С крещатной Лучи Провокаторы Танцуют Под экатор Пьют за Сталина В буфете Палачи Осидевшие Солидные Папаши Верноподанные Впадающие Раш Будто их победа Нынче А не наша Будто их Сегодня Праздник А не наш Будто их Победа Нынче А не наша Будто их Сегодня Праздник А не наш Праздник Особисты И сотрудники Охраны Что поставлены В советцах На учет Все они Сегодня Тоже Ветераны И мы Слава Всем Сегодня И почет И на палубе Прогулочной Погатой Заменяя Тех Кто ими Погребен Провокаторы Танцуют По декатору Старый танец Позабывшихся Времен Провокаторы Танцуют По декатору Старый танец Позабывшихся Времен Спасибо Ну Пойдем На драматических тем Новый диск Называется Глобальное Потепление Почему он так Называется Дело в том Что тут Есть фильм Сделанный Четыре года Назад Он Девяти Тут есть Называется Поиск Китиша Фильм Это Трагическая Судьба Языка Европейский Еврей Шкенозим Китиш Который Уничтожение Шести Миллиона Волосторонников Так как Завис В воздухе Собственно В основе Фильма Документальный Фильм Судьба Трагическое Моей семьи Которая погибла В Беларуси Во время Холокоста Там Есть Бестия Мои Стихи Все Такое Фильм Есть Дело в том Что в позапрошлом Году В Нью-Йорке Фильм Занял Международный Фестиваль Коментального Года Первое Место В мире И После этого Творческая Группа Была На следующей Честь Я Общался Семь Презентация Этого Фильма В Библиотеке Конкретно Соединенных Штатов Америки Это Такое Считается Почуретик Да Ну и Презентация Была Все Было Хорошо Но Перед Этим Дама Протокольная Которая Со мной Встретилась Сказала Как Надо Вести Что Надо Говорить Что Не Надо Говорить Что Правительская Организация У них Там Бюрократия Не хуже Наша Да И Говорит Профессор Мы Сдаем Ваш Точкой Зрения По Поводу Идеи Глобального Потепления Нашего Уважаемого Альберта Гора А я Отрицательно К этому Отношу Я Афера Международного Масштаба Но Это Уже Отдельные Дела Честные Да Поэтому Я Очень Хочу Предупредить Что Вы Ни слова Об этом Не говорили Для Вашей Пользы Что Должна Лояльность Должна Толерантность Что Там Должно Было Быть Поэтому Ни слова Против Глобального Потепления Я молчал Как партизан О Добросе Ничего Там Конечно Не говорил Тем более Тем Было Друга Но Меня Заело Я написал Песню Такую Я бы Сказал Для Вагонов Русской Электрички Так Песня Ну Такая Примитивная Но Эта Песня Работает Против Идеи Глобального Потепления В которой Я Не верю Значит Не худше Чем Любая статья Горемычное Боём Покорелия Нам Глобальное Грозит Потепление Нас Пугает Гриб Свиной Гиблой Зоною Угрожает Нам Дырою Озон Довью Нет Печальнее Народ В этой Повести На задуш Туклерон В жарком Поясе На задуш Туклерон В жарком Поясе На горах Растает Лёд И на полю Все За окошками Беда Косоротится Обежит В моря Вода Не воротится Все Сумеют Города Затопить Она Сгилет Лондон Без следа Вместе С Питером Нас Пугают От утра И до вечера Но мы Как детвора Все доверчивы Когда мы Чтого не скинули Быстро Чеш Трепом Президент С министрами Я кривлю За легковерной земли Население Там глобальное Градит Оглубление Принимая Все всерьез Что не мерится А на улице Мороз Не метелится Аплодисмент Ушедшая Без временной Замечательно Питерского Режиссера Владимира Малышицкого Который Ставил Горячее Сердце По Александру Островскому А там Если помните Копеческий роман Закололся В Волжском городке Но Там Конец 19 века На фоне Этого романа Там Гуляют Копеческие Сынки Делать Нечего Делек Пока Много Шампанское Рекой К ним Бабжи Примыкают А Прочем Конец 19 века Тут Тебе Александр Третий Тут Тебе Народовольцы И все То Чего Мы знаем Они Не знают И они Бают Такую Лихую Народную Песню Песня Гулях Хлынова За рекой Закат Горит Малиновый Вечером Пускается Налог А Въездом Городе Калинове Скука Непролазная Вокруг Стырики Повсюду До старушечки Как же Мне потешить Мою Брыть То ли Снова Выполить Из Бушечки То ли Мусульманку Полюбить Алёха То ли Снова Выполить Из Бушечки То ли Мусульманку Полюбить Для чего Зазря Учиться Грамоте Непролазная Непролазная За рекой Закат Погас Малиновый Птицы Бираются На юг А Уъездом Городе Калинове Сколка Непролазная Вокруг Непролазная Никакую Братце Резолюцию Учинем Мы с вами Дозорим То ли Поддаваться В революцию То ли Поддаваться В лотари Алёха То ли Поддаваться В революцию То ли Поддаваться В лотари АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня Очень АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как не странно Да? На данном заключении Первый день я спою песню Посвященную Замечательной Московской Поэтессе Написанной В 1963 году Поэтесса Если я правильно понимаю Здесь присутствует Есть ее книжка Которая называется Весы По-моему Книжечка Вот тут есть В магазинчике местном Очень советую ее купить Мои не покупайте А мои дороже и хуже А ее книжка Гораздо дешевле А стихи Гораздо лучше Уголяю вас Вот кто купит Так сказать Он не пожалеет Да? А я спою песню Посвященную ей Сколько лет назад 1963 год Это уже почти Почти полвека Да? Да Но тем более Эта песня И сегодня Приобрела Как ни странно Новое звучание Судя Потому что называется Чистые продукты Хотя никакой крамолы Тогда еще не было Это неизвестно Все, что будет Самое знаю я Наперед Ищу я себе Провожатых А на чистых прудах Лебедь белый Плывет Отвлекая В оконах Вожатых А на чистых прудах Лебедь белый Плывет Отвлекая В оконах Вожатых На бульварных Скамейках Галтит малышня На бульварных Скамейках Разлуки А ты забудь Про меня Ты забудь Про меня Не заламывай Тонкие руки А ты забудь Про меня Ты забудь Про меня Не заламывай Тонкие руки Я смеюсь, пузырёт на осеннем дожде Надо мной городское движение А все круги по воде, все круги по воде Разгоняют моё отражение А все круги по воде, все круги по воде Разгоняют моё отражение Всё, чем стал я на этой земле Знаменит не в терь кухтвы, гонесно сжатых А на чистых прудах лёд кальками Звенит, отвлекая вагона пожатых А на чистых прудах лёд кальками Звенит, отвлекая вагона пожатых Спасибо! Ладно, тогда мы будем подавать на стороне дальше Ещё и на одной песне Совершенно не от этой стенки гвоздь, но не важно Надеюсь на поддержку Рассказывать не буду историю Она слишком всем намазолена уже Уши и глаза не надо А мне не дали сняться и не гали Они поля, родные и леса А в Сенегале, братцы, в Сенегале Я такие видел чудеса Ох, не слабы, братцы, ох, не слабы Блеск волны, мерцание весла Хо, крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского паса Дружбей! Крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского паса Хоть французский я не понимаю И она по-русски нифига Но как высока грудь ее ногая Как нога, высокая нога И не нужны тебе другие бабы Всю мне душу Африка свела Хо, крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского паса Крокодилы, пальмы, бабавы И жена французского паса Дорогие братья и сестрицы Чтоб такое сделалось со мной А все в лицо один и тот же снильца Широкоэкранный и цветной И в жару, и в стону, и в неластье Все сжигает он меня до плана В нем постель распахнутая, настишь И жена французского паса В нем постель распахнутая, настишь И жена французского паса Спасибо Спасибо Перерыв